Уважаемые коллеги, товарищи, уходит очень сложный и ответственный год. Его характер определяли два события – столетие образования СССР и специальная военно-политическая операция, которую объявил президент страны. Некоторым кажется, что это разные события, ничего подобного. Их объединяет главная. Союз СССР восстановил тысячелетнюю российскую государственность, но не на амбициях имперских или национализма, а на основе труда, справедливости, дружбы, народов, гуманизма. Специальная военная операция призвана защищать русский мир, которому объявлена беспощадная война, война на полное уничтожение. Уничтожают все – и память о Пушкине, и Чайковске, и Достоевске, и Суворова, и Жукова, не говоря уже о великой советской эпохе, которую они предали давно и предали преступно. Сегодня утром, включая телевизор, сидит военнопленный по имени президент Украины Зеленский, которого привезли на американской машине, американская охрана, американский самолет. И он слушает, как Байден по бумажке объявляет, что будет ему поставлять оружие. Хочу объяснить, что значит поставка тех же патриотов. Это одна из самых дорогих систем, примерно стоит бильярд, батальон. Если брать одну установку и обслуживать 90 человек, таких специалистов в Украине нет. Если начнут поставлять, это прямое военное столкновение с нашими войсками. Поэтому, считаю, те мероприятия, которые провел за последние дни президент, начиная от знакомств военной операции, встречи в Белоруссии, и вчера очень интересную встречу провели Медведев вместе с Василием у Си Цзиньпини, считаю, они о многом говорят. Это говорит о том, что надо принимать исчерпывающие решения, которые позволят нам одержать ту победу, без которой не будет никогда мира. Запомните, никакие договоренности не приведут к миру. Только победа, в противном случае это будет гнить десятилетия. Я считаю, что одно из главных решений, которые приняла Дума, согласованно все партии и все фракции, приняли те законы и предложения, которые вносились во имя успеха и победы в ходе этой операции. Мы недавно подвели итоги. 12 главных выводов опубликованы у нас на сайте. У нас вышла специальная газета «Правда» спецвыпуск вместе с народом Донбасса. Мы отправили вот только что с Кашином туда 104-й конвой, 250 тысяч подарков. Благодарим особо коломельцев, которые 70 тысяч только по линии своих слушать правил. Мы приняли вместе с вами здесь 12 тысяч детей и утвердили программу на 2300 мест на следующий год. Благодарим за это. Мы считаем, что одним из главных итогов является прозрение. Впервые даже те, кто обогатился, поняли, что если двигаться по старому курсу, мы никогда не вылезем из этого системного кризиса. Вы не победите, играя по американским правилам, прекрасно понимая соотношение потенциалов. Никогда не победите. Наша советская страна победила в 1945-м только потому, что отказалась от тех правил и занималась индустриализацией, великой наукой, строила классные заводы, осваивала производство, создала лучший станочный парк в мире. Мы сегодня производим 5% станков, которые работают в наших предприятиях. Нам надо принимать срочные меры по развитию отечественной промышленности. Такую программу мы вам предложили. Программа победы. Бюджет развития 45 триллионов. 12 законов. 21 отраслевая программа. И 3 программы, обеспечивая нашу продовольственную безопасность. Кашин блестяще выступал и их представил. Я был уверен, что вы поддержите. Но вы отказались даже поддержать сельхозмонстроения, которые мы поддержали в прошлом году. Получили 28% прирост. Президент рассмотрел на госсовете, сказал минимум 8-10. Мы план сверстали на 15, отдали 2. Ну почему так? Я вот только что встречался, 160 директоров было сельхозмонстроения. Отмечали, награждали. Все подошли, поблагодарили и говорят, как дальше работать. Зерно почти 160 миллионов тонн. Великолепно. Из зерна 250 видов продовольствия. Прекрасно. Ни на одну копейку, ни в одном магазине не подешевели продукты. Ну закупили бы мы 15 миллионов, положили бы и так далее, определили цену. И была бы конкуренция с сетями, и мы бы отрегулировали этот вопрос. Вы отказались и от этой простой, всем понятной операции. Еще раз подчеркиваю, что мы обязаны понимать и суть гибридной войны. Гибридная война более злобная и омерзительная по своей сути. Было три плана Гитлера, план Барбароса, Остый Голос. Он шел нас убивать и не скрывал это. А гибридная война призвана ликвидировать наш мир. Идут на все преступления. Когда я увидел, что они обстреливают атомную станцию, когда они уже обеспечили беспилотники для того, чтобы использовать биологическое оружие. Гитлер не использовал химическое оружие, прекрасно понимая, чем это пахнет. Даже на исходе войны. Эти готовы пойти на любые мерзости. Потому что это команда предателей. Законченных предателей. Поэтому с предателями и дизертирами надо поступать, как полагается поступать на войне. Мы этого пока не видим. Что касается непосредственно, что показал этот год. Он показал, кто друг, кто враг, кто трус, а кто предатель. Обратите внимание, кто наши друзья. Встреча 132 делегации леопатриотических сил, приезжающих в нашу страну. Все нас поддержали. Все без исключения. По Донбассу, по Севастополю, по Крыму, по военно-политической операции. Мало поддержали. Оказывают помощь. И участвуют, в том числе, в формировании конвоев. Нас поддержали страны социализма. Китай, Вьетнам, поддержала Куба, Венесуэла, Никарагуа. Поддержали все страны, которые учились у нас. 600 тысяч специалистов мы подготовили. У нас в любой арабской, афганской и африканской стране есть те, кто окончил наши вузы. Поезжайте, они нам протянут руку. Но почему у нас по-прежнему прахнет антисоветизмом, русофобией? Почему по-прежнему заколачивают собором Мавасалей? Почему до сих пор коптит этот гадюшник по имени Ельцин Цент? Почему не вернули Сталинграду ее подлинное имя? Вся страна требует. Почему с красным флагом победы воюют на Донбассе, а мы пошли на манифестацию на Красную площадь? Нам запретили нести красный флаг победы? Эта пятая колонна сегодня часто давляет нас здравым смыслом. Мы обязаны ее унять. Она в прошлый раз нас продала и предала за копейки принцип. Сейчас мы не имеем права этого допускать. Для нас принципиально важно, чтобы правительство и Единая Россия поддержало ту операцию, которую сейчас подготовил президент. На словах – да, а на деле, в том числе информационном пространстве мы довольно часто этого не видим. Должны быть отмобилизованы и прежде всего новые поколения. Вот президент проводит сегодня великолепные темы молодежи и будущей. Я хочу напомнить, что побеждала всегда молодая Россия. Александру Невскому 22 года было, когда он научил тевтонских рыцарей уважать русскую правду. Дмитрию Донскову и 30 не было, когда он собрал на поле Куликовым и закрепил суть русской государственности. Петру Великому и 40 не было, когда он получил титул императора и собрал все земли воедино, и не пустил к Москве Карла XII, который уже готов был ее штурмом взять. Да и Ивану Грозному, на который некоторые обиждаются. И 25 не было, когда он проложил по Волге дорогу и поставил свою державную ногу в Сибирь и на Балтийскую из моря. Все командиры Красной Армии, роты, батальоны, 20-22 года, я посмотрел состав тех командиров, добавьте одну минуту, которые штурмовали Берлин, Берлин штурмовали две трети комсомольцы и коммунисты, и семь командиров из десяти были советскими учителями. Значит, надо брать этот пример и на это опираться, тогда решим мы многие задачи. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что угрозы, которых я в прошлый раз обговорил, пять угроз, не сократились, а выросли. Что напряжение в обществе продолжает нарастать. Что надо оказывать людям, которым очень тяжело помощь, а для этого надо регулировать цены на товары первой необходимости. Это закон пять раз в насилии, а мы обязаны его принять обязательно. Но мы должны понимать, что продолжение финансо-экономического старого курса по той жуткой вороватой колее, протоптанной Ельциным, немыслимо и недопустимо. Сегодня Зеленский будет выступать в Конгрессе. Здесь ровно 30 лет назад Ельцин выступал с жуткой предательской речью. Покажите ее молодому поколению, пусть посмотрят, чем закончилась та эпоха, мы знаем. Для Зеленского она закончится тем же самым. Предателей нашей державы никогда не терпели и не любят. Они предали Украину, предали историю, предали православие, предал погоны своих детей, своих отцов, предали всех, кто там жил, подчинились нацистам, бандеровцам и фашистам. Мы обязаны все сделать, чтобы это выкорчивать. В противном случае наши дети и внуки нас проклянут. У нас сейчас открывается новый исторический год. Я от души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Но мы обязаны помнить, он во многом для нас будет определяющий, решающий. И он должен завершиться победой 9 мая, нашему главному празднику – Дню Победы.